До революции 1917 года в Российской империи существовало отделение по охранению общественной безопасности и порядка или в просторечии охранка. Этот орган департамента полиции Министерства внутренних дел обладал огромной властью. Его сотрудники в частных беседах и не скрывали, что осуществляют слежку даже за государем. Как говорили, для его же блага. Все члены дома Романовых, министры и генералы, находились под колпаком у охранного отделения. Охранка, контролировала все сферы жизни высшего общества. Кто с кем спит, кто недоволен режимом, или быть может замышляет недоброе. Решением временного правительства, все охранные отделения были упразднены 4 марта 1917 года, сразу после февральской революции. Однако потребность государства в ведомстве такого рода, не исчезла. С целью выявления и разоблачения внутренних врагов, молодой советской республики, как известно была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия, по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Всесильная ВЧК. Во главе, с прожженным революционером Феликсом Дзержинским. В условиях гражданской войны, и тотального недоверия, под подозрение в измене теоретически мог попасть, любой представитель правящей верхушки. За исключением, быть может, Владимира Ленина. Нужно отметить, что первые годы советской власти, стали временем тотальной распущенности и вседозволенности, в плане отношений между полами. Вся страна, например, с интересом следила за бурным романом, пропагандистки свободной любви Александры Каланта и ее супруга, матроса-дебошира Павла Дыбенко. Первая в истории женщина-министр, стремилась продемонстрировать обществу, революционно новый вид связи между мужчиной и женщиной. При котором не осуждаются, а скорее поощряются, внебрачные отношения. Однако непрекращающимися походами налево, Дыбенко умудрился рассердить даже такую признанную антиморалистку, как Калантай. Естественно, в сложившейся атмосфере полной разнузданности, среди элиты Новой России, сотрудникам ВЧК, было совсем нетрудно вести, свое тайное дело. Каждый высокопоставленный любитель женщин, застолья и гульбы, находился под негласным надзором. Чекисты, уже тогда придумали так называемую сахарную ловушку. То есть установление контроля над интересующим их объектом, через любовницу. Поэтому неудивительно, что в какой-то момент, они попытались расставить сети, на самого Климента Ворошилова. Климент Ефремович Ворошилов, сделал блестящую карьеру. Не имея образования, кроме двух лет в земской школе, и совершенно не владея военным делом, он тем не менее, за счет лидерских качеств, жесткого характера, и конечно везения, как говорится, выбился из общей массы. В конце 1917 года, Ворошилов помогал Дзержинскому создавать ВЧК, а в ходе знаменитой обороны Царицыно, близко сошелся с Иосифом Сталином. Между ними завязалась дружба. Это, обеспечило Ворошилову стремительное продвижение по службе. В ноябре 1925 года, после внезапной кончины Михаила Фрунзы, Ворошилов, разумеется при помощи Сталина, занял освободившееся место наркома, по военным и морским делам СССР. Новый нарком, славился чрезмерно буйным темпераментом, склонностью к выпивке, и критикой тех должностных лиц, от которых не зависела напрямую его судьба. В полу жаркого спора, он мог перечить даже Сталину. Мог стукнуть кулаком по столу, и здорово пошуметь. Однако Сталин, прощал своему любимцу абсолютно все выходки. У них, сложился необычайно крепкий альянс. Вот в этой-то ситуации, Объединенное государственное политическое управление, АГПУ, решило собрать компромат на Ворошилова. Инициатором включения нарком Вейнмора в разработку, выступил начальник ленинградских чекистов, Станислав Мессинг. Неизвестно, имелась ли у них история отношений, испытывал ли региональный руководитель органов госбезопасности личный, или профессиональный интерес к Ворошилову, однако Мессинг, соорудил для него хитрый капкан. Краткая справка. Объединенное государственное политическое управление, при Совете народных комиссаров СССР. Специальный орган, государственной безопасности СССР. Основная задача этой главной политической спецслужбы, была сформулирована в Конституции СССР, принятой 31 января 1924 года. В целях объединения революционных усилий ССР, по борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом учреждается, при Совете народных комиссаров СССР, Объединенное государственное политическое управление, председатель которого, входит в Совет народных комиссаров СССР, с правом совещательного голоса. Дело в том, что в то время, целая плеяда высших советских сановников, увлекалась театром и балетом. Вся Москва, например, знала о похождениях, близкого друга Сталина, секретаря ЦИК СССР Авеля Янукидзе и его шефа, всесоюзного староста Михаила Калинина. Для которых, организовывали встречи с молодыми балеринами. Большим поклонником юных красоток, прослыл и Михаил Тухачевский. В конце 1920-х, командующий Ленинградским военным округом, куда он, кстати, перевелся, с должности начальника штаба РК, из-за конфликтов с Ворошиловым. Герои гражданской, люто ненавидели друг друга. Само собой, Тухачевский, мечтал об удалении своего врага из наркомата. Ворошилов, как и многие другие чиновники, стал завсегдатаем, и ценителем московских театров. В почетной ложе, когда-то подготовленной для особ императорской фамилии, нарком, комфортно располагался вовсе не со своей супругой Екатериной Давидовной. Нет, в театре его занимали артистки. С одной из них, признанной красоткой, военачальник и закрутил бурный роман. Однако добрые люди, довольно скоро нашептали Ворошилову, что молодая любовница, охотно прыгнувшая в койку к наркому, совсем не та, за кого себя выдает. От гнева наркома, сотрясались стены в военном ведомстве, когда он узнал правду. Неизвестно, какими методами Ворошилов, заставил объект своего вожделения, сознаться в работе на АГПУ, однако задание Мессинга, было провалено. Актриса, не успела толком собрать интересующую чекистов информацию. А затем, последовал приезд Ворошилова в северную столицу. Глава Ленинградского АГПУ, скорее всего и не подозревал о сути разговора, когда к нему в рабочий кабинет, ворвался Ворошилов. Сначала, незваный гость пытался сохранять спокойствие, и парой вопросов по существу обезоружил собеседника. Осознав, что его догадки полностью оправдались, нарком Вейнмор, был вне себя от гнева. В порыве ярости, он схватил Мессинга за грудки, и ударом в челюсть, повалил на пол и избил ногами так, как дрался в кулачных боях на Луганщине, еще молодым и дерзким рабочим. Будучи младше на 9 лет, и тоже имея бойцовские навыки, и солидный опыт физических воздействий на подследственных, чекист, однако не сумел оказать Ворошилову, хотя бы подобие сопротивления. По словам очевидцев, Мессинга, едва живого после экзекуции, вынесли из кабинета на руках. А герой гражданской войны, потребовал от политбюро, в течение суток снять Мессинга с должности. Либо он, либо я. Примерно такой, была постановка вопроса. Мессинга, действительно перевели из Ленинграда. Но являясь ближайшим соратником председателя АГПУ, Вячеслава Минжинского, он, конечно, не мог исчезнуть из руководящих структур ведомства. Просто шеф, стал держать ценного работника ближе к себе. Открыто выступить против Минжинского, не отважился бы, даже Ворошилов. Открыто выступить против Минжинского, не отважился бы.